КОНЕЦ КОНЕЦ Снайпер в сверхметке стрелок. Длинный нож сердца противника. Результат работы снайпера всегда налицо. Сам же он всегда остается за кадром. Обязательное условие работы снайпера полнейшая скрытность. Снайпер охотник. Охотник обязан быть невидим. И для этого снайперу необходимо органично слиться с окружающей средой. Достигается это применение камуфляжа. Обязательно маскируется оружие. Его прямые формы и блеск вороненой стали противоестественно живой природе. Лучший камуфляж, так называемый лохматый, который размывает силуэт. Ствол оружия обматывается камуфляжной лентой, которая изготавливается только из хлопчатой бумажной ткани. Синтетический материал плавится на раскаленном отстрельбе металле. Лента эта обшита обрылками маскировочной сети. Ствол обматывается плотно по всей длине. Обматываются металлические деревянные части. Обматывается все то, чей цвет противоестественен цвету живой природы. Обматывается очень тщательно. Обматывается тщательно и завязывается очень плотно. Только завязывается. Никакие другие крепления не допускаются. Только такой способ позволяет держать камуфляж в неподвижности на стволе оружия. В боевой обстановке ничто не должно сползать и двигаться. На оптическом прицеле есть блестящие детали, маховики, которые демаскируют стрелка. Поэтому на прицел одевается лохматый чехол, изготовленный из прорезиненной ткани и обшитый чем-нибудь лохматом, маскировочной сетью или обрывками брезента. Приклад тоже маскируется. Его цвет также противоестественен посреди живой природы. И на него натягивается маскировочный чехол. Натягивается очень плотно, чтобы он не сдвигался при стрельбе. Натянул. Застегнул на застежке. Теперь можно пристегнуть ремень. Демаскирует телесный цвет лица, поэтому на лицо одевается такая же лохматая маска. Кроме всего прочего, она предохраняет от комаров. На себя снайпер одевает лохматую накидку. Демаскирует телесный цвет кистей рук, поэтому снайпер одевает лохматые рукавицы. В рукавице сделана прорезь для указательного стреляющего пальца. В таком камуфляже снайпер практически не выделяется среди окружающего ландшафта. Его оружие тоже не выделяется. Расстояние 3 метра. И даже на близкой дистанции он малозаметен. Каждый снайпер делает себе камуфляж сам. Камуфляжи, серийно изготавливаемые промышленностью, становятся наглядными для противника. Это маскирующая лохматая накидка, изготовленная из старой плащ-палатки, обшитой обрывкой маскировочной сети. Для быстроты можно применять и чехол, который тоже одевается на ствол вместо маскировочной ленты. Прицел поднял, надел, опустил назад. И плотно завязал, очень плотно завязал. Всползать ничто не должно. В чехле приклада находится карман для запасного магазина. Обратите внимание, как снайпер забросил ремень за магазин. Как он поддерживает винтовку за магазин снизу. Натянутый таким образом ремень. Затянутый за магазин справа, смотрите внимательно. Ремень затянут под локоть. Стреляющий палец. Стреляющий палец лег на спуск. Смотрите, как натянут ремень. Ремень затянут за локоть. Вся тяжесть винтовки приходится на ремень. Позиция снайпера. Видна только винтовка. Вернее ее не замаскированные части. Для наглядности. Зарядил. Амбразура для стрельбы. Вот это его общий вид. Это вид позиции замаскированного снайпера. Если бы не солдатские сапоги, невозможно было бы понять, что это такое вообще. Панорама стрельбы. Поднял руку, обозначил себя для кинооператора. Эта же позиция, вид спереди. Расстояние 50 сантиметров. Вы видите ствол винтовки. Больше вы ничего не видите. Расстояние 10 метров. Позиция снайпера в секрете. Посреди ровного места. Когда надо, он поднимется. Если надо будет, он выстрелит. И скроется под землю. Догадайте, что это такое. Позиция снайпера за мелким кустарником. Так называемые файбердины. Снайперу видна перспектива для стрельбы. Снаружи. Снаружи эти ветки и кусты позволяют снайперу остаться невидимым. Та же позиция. Та же позиция сбоку. Вот он выстрелил. Дым остался за листвой и мелкими ветками. Дым остался за листвой и мелкими ветками. Снаружи эти ветки и кусты позволяют снайперу. Снаружи эти ветки и кусты позволяют снайперу. Снайпер оборудует закрытую позицию. Долго лежать на сырой земле нельзя. Открыто лежать на виду у противника в пределах слышимости человеческой речи можно только в принципе. Враг снайпера – неподвижность. Неподвижность физически изнуряет стрелка. И в тот момент, когда надо будет стрелять, палец просто не согнется на спуске. Человеческий организм не терпит неподвижности. Надо размяться. Захочется пить. Надо что-то будет глотнуть из фляги. Захочется есть. Можно будет съесть сухпай. И в конце концов просто захочется по нужде. На открытом месте это сделать будет очень проблематично. Поэтому снайпер отрывает себе окоп, полный рост. Делает он это, разумеется, ночью. Только ночью. Землю на любом полотнище относит подальше в лес. Как можно дальше от своей позиции. И эту свежевыкопанную землю он тоже чем-то маскирует. Поудобнее устроил замаскированную винтовку. На позицию ставится каркас. Изготовленный из толстой проволоки. Которую снайпер приносит с собой. На месте некогда вырезать. Материал для перекрытия. Да его может просто и не оказаться в нужном месте. Все это накрывается сверху той же самой лохматой накидкой. Материал для перекрытия. Все делается очень аккуратно. Для полноты маскировки присыпается тем, что есть на местности. То есть тем, что создает на местности маскировочный фон. Заботливо посадил веточку. Присыпал еще. Постепенно получается муравейник. Задняя часть каркаса открывается вверх. Это сделана для того, чтобы снайпер мог влезть под сооружение, не нарушив конструкцию. Сейчас он закроет за собой дверь. Закрыл. Для наглядности поширюдил винтовкой. Расстояние 5 метров. Та же позиция в разрезе. Край лохматой накидки приподнят. Виден складной проволочный каркас и откидной задний клапан. Для удобства и более практичным применяется каркас типа паук. Его проще делать. Правда под такой каркас трудно влезть, не нарушив конструкцию. Задняя дверь у него отсутствует. Дальше все происходит точно так же. Лохматой накидкой накрыл. Но сейчас ему задание сделать не муравейник, а кочку. Поэтому присыпки будет меньше. Каркас типа паук. Для наглядности. Сделан из толстой металлической проволоки. Схвачен винтом. Каркас этот снайпер носит всегда с собой. Он довольно компактен. Как уже говорилось, на местности не всегда найдешь материал для перекрытия. И время не позволит его искать. Еще один способ снайперской маскировки. Возле дороги вы видите пень. И на пень этот можно было бы не обратить внимание, если бы не ствол винтовки. Которые вы видите возле дня. Это не просто пень. Это замаскированная позиция снайпера. Это же позиция сбоку. Позиция сзади. Под пнем кто-то есть. Крышка пня откинута. Вы видите снайпера. Сам пень изготовлен из обыкновенной резиновой покрышки. Обрезанной по необходимости обшитой берестой. Для того, чтобы можно было целиться оптическим прицелом, спереди выполнена маленькая амбразура. Под этим пнем снайпер надежно защищен от ветра, атмосферных осадков, холода и любопытного глаза. Снайпер не должен делать ошибок. Сейчас вы видите неправильную позицию, выбранную снайпером. Даже при очень хорошем камуфляже он виден. Эта позиция выбрана снайпером на гребне высоты. Железнодорожное полотно. Стрелок всегда будет выделяться на фоне ровной линии железнодорожного рельса. При неправильно выбранной позиции снайпер обречен. Найдите снайпера сейчас. Вот он, его позиция на скате. Для наглядности видна винтовка. Ему есть куда укрыться. Его укрытие железобетонная опора. Вот он сбоку обозначил себя. Расстояние до него два метра. На расстоянии метров пятьдесят семьдесят он будет не виден вообще. Неправильная позиция снайпера. Снайпер соблазнился надежным укрытием. Железным люком. Но он находится сверху него. Всего этого четко видим. И рано или поздно его заметят. Найдите снайпера сейчас. Он находится там же. Сейчас снайпер правильно использовал укрытие. Укрытие находится с левой стороны снайпера. И для стрельбы ему достаточно выставить через укрытие полуголовые и немножко плеча. Здесь он почти не виден даже в упор. Для наглядности не одет в охматый чехол. Блестит оптический прицел. Неправильно выбранная позиция снайпера. Укрытие находится справа от снайпера. При этом снайпер закрыт этим укрытием минимально. И открытым остается его левое плечо. Практически вся голова. Снайпера. Очень грамотно выбранная позиция снайпера. Дерево служит укрытием. Оно расположено слева от стрелка. Он максимально закрыт таким укрытием. И плохо виден даже вблизи. Вот его линтовка. Полуголовый. Он практически не заметен. Тоже самое укрытие, за которым снайпер расположен неправильно и невыгодным для себя. Укрытие справа от стрелка. Не укрыт корпус. Не укрыта голова. Очень правильно оборудована позиция. Возле того же самого дерева снайпер посадил маленькую веточку. Он невидим. Старый способ маскировки японских нюзи и казаков-пластунских полков. Обратите внимание, справа от снайпера какой-то прозрачный или полупрозрачный экран. Попробуйте догадаться, что это такое. Этим прозрачным или полупрозрачным экраном снайпер скрыт почти полностью. Для наглядности оставлена голова. Корпус за укрытием. Вот экран. Если вы еще не догадались, что это такое, секрет можно открыть. Это обыкновенное зеркало. Это зеркало ставится на ровном месте. Чем ровнее местность и чем выше солнце, тем больше эффект от маскировки. Эта же позиция сзади. Чтобы зеркало не падало, оно укреплено веткой. Маскировка в городе. Камуфляж для маскировки применяется тоже лохматый, но только серого цвета. В городе основной цвет серый сухой асфальт. Точно такой же маскировочной лентой лохматый снайпер оборачивает винтовку. Точно так же обматывается полностью ствол и точно так же завязывается. Все должно быть сделано очень надежно. Вахматая накидка делается вместе с вахматой маской. Но если на природе она просто накидка, то в городе, где случается необходимость рукопашных схваток, камуфляж должен быть с рукавами. Застегнулся, взял винтовку. Положение для стрельбы с колена и более приемлемое в городе. Позиция снайпера выбирается в том месте, на которое не хочется смотреть. Это основной принцип снайперской позиции. На какое место нам не хочется смотреть? На кучу мусора, который, к сожалению, находится почти повсюду. Позиция снайпера сзади. На него не обратишь внимания даже вблизи. А теперь найдите его, позиция спереди. Расстояние 2 метра, вот он. И это видите, примерно Jesse. Позиция снайпера с мотором и наилю из сайта. Огонь! Выстрелю. Огонь! Выстрелю. Вгонь! Еще. Ржавый камуфляж. Тоже примененный с обратистики. Он выполняется для работы в городских условиях. Этот камуфляж тоже вахматый. Такой камуфляж очень практичен для работы снайпера в развалинах. Положение стоя. Расстояние 4 метра. На более дальней дистанции снайпер будет практически невидим среди битого и обгоревшего кирпича. Позиция снайпера в сгоревшей бронетехнике. Он рыжий и металл рыжий. Ржавевший. Вблизи можно понять, что это снайпер. На расстоянии 50 метров он сливается с этой ржавчиной. Укрытие типа колесо. Такое укрытие применяется для работы снайпера в городе в мероприятиях по борьбе с терроризмом. Оно ставится на открытых местах. Там, где нет подходящих укрытий для ведения стрельбы, представляет собой бронещиток, который вставляется в обыкновенную автомобильную покрышку. Для стрельбы прорезается отверстие. Основной принцип камуфляжа. Камуфляж должен быть таким, чтобы на него не хотелось смотреть, чтобы он психологически не воспринимался. К многочисленным брошенным покрышкам на дорогах мы уже привыкли. Это же покрышка спереди. Амбразура для стрельбы. Практическое применение. Снайпер за укрытием типа колесо. Расстояние 3 метра. Расстояние 5 метров. Расстояние 10 метров. Расстояние 10 метров. Расстояние 15 метров. Найдите снайпера здесь. Прямо знакомое вам колесо. Сам снайпер находится за кучей мусора. Вот он. Виден оптический прицел снайперской винтовки. Расстояние 4 метра. Расстояние 4 метра. Постановка его за дымовой завесой. Снайпер готовился к стрельбе. Автомобиль. Объект, по которому будет стрелять снайпер. Зима для снайпера очень тяжелое время. И работа снайпера на холоде в очень тяжелых зимних условиях. В снегу. Ползком. Резких движений делать нельзя. Резкие движения зимой на фоне белого снега очень наглядны для противника. Зарядил винтовку. И сготовился к стрельбе. Зимой оружие тоже маскируется. Маскируется очень тщательно. На общем белом фоне черный ствол винтовки будет очень замечен. Винтовка маскируется обыкновенным медицинским белым бинтом. Белый бинт – это лучшее средство маскировки оружия зимой. Бинт наматывается в два слоя. Почему бинт? Потому что он белый. Он ворсистый. От него нет отблесков. Обыкновенным медицинским узлом завязывается. Завязывается тщательно. Ничто не должно сползать. Обязательно маскируется и темно-зеленый винтовочный ремень. Зеленый цвет зимой также неестественен, как черный. Зеленый цвет зимой также. Маскируется и оптическая Маскируется и оптический прицел. Он тоже обматывается белым бинтом. Обматывается тщательно. На белом фоне не должно выделяться ничто. Все делается очень аккуратно. Прицел обматывается бинтом по возможности весь. Обматывается окуляр прицела. Обматывается и ложа. Ложа, хотя не черная, а темно-коричневая, но на фоне белого снега она тоже будет выделяться. Все делается очень тщательно. Маскируется и ложа. Таким же медицинским узлом и завязывается. Поправил. Убрал лишние ниточки. Обратите внимание, изготовка стрельбы под ремень. Он начал сливаться с окружающим ландшафтом. На его демаскирует лицо и покрасневшие на морозе руки. На лицо одевается фобчатобумажная многослойная маска. Это предохраняет лицо от обморожения. Длинный хобот, который вы видите в нижней части маски, предохраняет снайпера от обнаружения противником. Выдыхаемый снайпером пар этой маской направляется вниз. Как говорят снайпера под шкуру. И одновременно снайпер же и согревает. Хобот заправляется за воротник. Одеваются теплые перчатки. На перчатку одевается стандартный маскировочный рукав. Стрелять посредством указательного пальца, нажимающего на курок в перчатке. Неудобная стрельба будет неточной. Палец должен чувствовать спуск. Снайпер становится невидимым. Применяется перчатка, рукавица с прорезью до стреляющего указательного пальца. В промежутках между стрельбой палец согревается в этой рукавице. При необходимости он выдвигается и ложится на спуск. Эффект гардины. Снайпер за мелким кустарником. Расстояние до него один метр. Виден кружок оптического прицела. Справа от него глаз. Вот он мрыгнул. Полностью замаскированный снайпер. Неправильная позиция снайпера на высоте. На гребне высоты он будет виден даже в самом отличном камуфляже. Вроде бы сугроб, но сугроб такой не бывает. Противнику будет понятно, что это снайпер. Позиция снайпера за мелкими кустиками. Он находится в засаде. Зимой движения не должны быть резкими. Найдите снайпера здесь. Вот он. Вот он выстрелил. Пора выстрелить и по живой цели. Этот снайпер долгое время находится в засаде. Недаром. Цель на подходе. Сейчас он положит первого. Остальные сделали правильно. Бросили в стороны и стали подставляться. Полная экипировка снайпера. В зимних условиях. Это поддон. Сделанный из теплоизолирующего полиуретана. Для стрельбы сиди из колена. На снегу долго не посидишь. Основная позиция для снайперской работы. Это стрельба лежа. И для того, чтобы не отморозить себе то, что не положено отмораживать. Снайпер использует тот же самый поддон. Но в переднем положении. Пару часов так можно полежать. Прицел ночного видения. Обычно снайпер его носит сзади, потому что использует этот прицел нечасто. Для того, чтобы долгое время можно было ждать цель лежа в снегу. Снайпера используют теплоизолирующие коврики. Обыкновенные туристические полиуретановые коврики. Эти коврики есть в продаже в каждом спортивном магазине. Вот он его развернул. И лег сам. В таком положении закаленный снайпер может находиться довольно долго. При выполнении специальных заданий снайпер, как правило, действует один. Этого снайпера через линии фронта провела разведгруппа. Дальше он действует автономно. Ночью он идет. Опасность подстерегает повсюду. Со всех сторон. Сверху. Его может караулить точно такой же снайпер. Ночью он идет. А днем ему положено спать. Вот снайпер устраивается на днем. Разверну радиостанцию. Радиостанция не должна работать на передачу. Радиообмен запрещен. От руководства снайпер принимает информацию по изменению обстановки. Снайпер устраивается для отдыха днем. Разворачивает коврик. Радиообмен запрещен. Винтовка устраивает прикладом снег стволом вверх. Накрывается масхалатом. Это каталитическая бензиновая грелка. Нагрел я зажигалкой запустил в работу. Достал специальную химическую кристаллизационную грелку. Сжал. Тоже запустил в работу. Положил за пазуху. Тепло в одном месте. Тепло по всему телу. Снайпер подошел к цели. Все делается только скрытым. Все делается только ползком. Сейчас ему надо оборудовать позицию. Он будет копать довольно долго и терпеливо. Его позиция должна быть долговременной и невидимой. Для наглядности этот процесс снят днем. На самом деле снайпер все это делает только ночью. Но даже ночью нельзя становиться в полный рост. Приборы ночного видения обнаруживают на расстоянии до 700 метров. Поливает позицию из фляги. Для чего он это делает? Для того, чтобы пороховые газы не поднимали облако снега после выстрела. Образующаяся корочка льда не даст позицию демаскировать. Уже знакомый нам проволочный каркас. Зимой он имеет особую ценность. Потому что в боевой обстановке некогда выбирать материал для перекрытий. И не всегда этот материал может оказаться под рукой. Установил каркас. Прочно установил. Откинул задний клапан. Сейчас он набросит полотнище. Получилась палатка. Получилась палатка. И снайпер палатку снаружи забрасывает опять же снегом. Работа была очень кропотливая и аккуратная. В результате получился сугроб. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин. Вот готовая позиция снайпера. Под таким сугробом он может прятаться несколько суток. Для наглядности вход в позицию остался открытым. В боевой обстановке он закрывается наглухо. Под такой позиции муни страшен мороз, ветер. Он невидим. Сверху сугроб поливается водой. Замерзшая вода превращается сугроб в своеобразный дот. Под таким укрытием снайперу не страшны пули и осколки. Здесь снайпер будет жить несколько суток, выжидая цель. Вот здесь находится цель, за которой пришел снайпер. Он обязан ее достать. Расстояние 1 метр. Вот сугроб, под которым находится снайпер. Расстояние 5 метров, 10 метров, 30 метров. Хорошая позиция снайпера разбитая бронетехника. Только ползком. Только скрытно. Наталья 5 метров, 10 метров. Он заходится в корнях. Он якобы, ослаждается снайпер. Наталья 6 метров, 10 метров, 3 метров. Его или нет нынешни. Каждый, уникальный дат. Светлана 5 метров, 15 метров. Одес малый уникальный меню прокон. Он замерзает. Снайпер надежно защищен от снега и сильного ветра, а также от мороза в некоторой степени. Снайпер стреляет, находясь в разбитой бронетехнике, только из глубины помещения разбитой бронетехники нельзя стрелять, выдвинувствовав за пределы, иначе будет виден огонь, дым и звук будет сильнее. Неправильная выбранная позиция снайпера. Да, здесь он не виден, но позиция на скате, ему некуда уйти. За ним нет укрытия. От выстрела закачались ветки, это его демаскировало. Выдвинул ствол. Неправильно. Дым от выстрела вышел наружу. Он опять демаскирован. Стрельба с тычка. Рельеф местности позволяет выдвинуться и выстрелить. А потом уйти. Все это происходит на одной и той же позиции. Работа с верхнего уровня, в том же месте. Выдвинулся. Выстрелил. Укусил и скрылся. Во все времена года, и зимой, и летом, очень демаскируют красные. Летом особенно. Но больше летом демаскируют белый цвет. Летом очень демаскируют все блестящее, что есть на снайпере. Блестящие пуговицы. Блестящая, начищенная бляха ремня. Эта галя не дождется своего солдата. Грех не выстрелить по такой бляхе. Демаскируют блестящие махильки оптического прицела. Демаскируют отблески солнечные от стекла оптического прицела. Вы видите такой отблеск. Он виден на расстоянии нескольких сотен метров, даже невооруженным глазом. Снайпер выдвинул бленду прицела. Теперь отблеска не будет. Очень демаскируют отблески стекол в бинокле. В бинокль никогда нельзя наблюдать за обстановкой. Неграмотные действия снайпера. Мало того, что он высунулся сам. Мало того, что он положил винтовку на бруствер. Он наблюдает в бинокль. Его просто грех не взять на мушку. Этот стрелок обречен. Опытный снайпер будет наблюдать только в перископ. Сам стрелок при этом остается защищен бруствером. Перископ позволяет смотреть практически на все 360 градусов. Для этого у него поворачивается корпус. Окуляр остается на месте. Увеличение перископа в 8 раз. Все, что на местности будет в него видно так же, как в бинокле. Замаскированный перископ, обмотанный лохматой лентой. Вот он. Практически его не видно. Снайпер, работающий с замаскированным перископом. Он долго наблюдает за местностью. Вот он заметил неосторожную цель. Выдвинуться и прицелиться это несколько секунд. И ушел. Посмотрел. Попал или не попал. Снайпер должен быть не только не виден. Снайпер тоже будет в этом месте. Он всегда под прикрытием работы пулемета. Он всегда находится немедленно в мере противников. Сделал поправку по высоте. Бесшумная и невидимая смерть, результат работы русских оружейников. Винтовка ВСС. Она стреляет практически бесшумно. Маленький дымочек из затвора. Как она выглядит. Винтовка ВСС в работе. Положил одну мишень. Положил вторую мишень. Работа снайпера только ползком. Ползти приходится очень долго, на большие расстояния. И чтобы легче было ползти, снайпера набивают на обувь специальные подковы, шипами которых они цепляются за землю. Кто-то набивает на подошву. Вы видите шип, выступающий в сторону. Кто-то набивает на каблук. Кому удобнее. Вот этим шипом снайпер упирается в землю, когда ползет. Свободная снайперская охота. Эта снайперская пара выдвинулась до физического уничтожения противника. Подход к цели осуществляется с крыльпом. Снайперам удобнее работать парой. Потому что каждый из них несет свое штатное оружие. По необходимости пишу на винтовку. А при необходимости и ручной пулемет. Подход к цели очень кропотливое занятие. Обнаружить себя ни в коем случае нельзя. Противник. Занят своим делом. Текущей работой. Ушел второй человек. Фасадер. Бесшумное оружие снайпера. Справа. Старший снайперский парень. Вот он. Команда давать голосом нельзя. С первого стреляешь ты. Бесшумно. Второго стреляю я. Белый. Фасадер. Фасадер. Обновление. Фасадер. У нас же не было. У messyленное оружие. Первый должен быть уничтожен. Бесшумно. И незаметно. Для того чтобы сторонних реагировал. Фасадер. Фасадер. вы видите современное снайперское оружие оно применяется не только в российской армии русское оружие считается лучшим в мире слева снайперский автомат сделанный на базе автомата АК-74 с оптическим прицелом он может стрелять очередями посредине винтовка СВД линейная снайперская винтовка дальнобойная справа бесшумная винтовка ВСС зачем вы уже видели снайперской парой целесообразно иметь винторез марка ВСС где калибр 9 мм бесшумный беспламенный емкость магазина 10 патронов для работы по целям которые внезапно могут появиться на расстоянии до 100-200 метров и мешают работе по дальним целям оружие это легко разбирается то есть при переноске фактически не оно много места не занимает также целесообразно при движении снайперской пары держать где-то по лесистом месте там либо по кустарнику иметь снайперу в руках его первому кто движется в дозоре а СВД брать за спину либо так как ему удобно почему потому что в лесу при повнезапно появляющемся противники который может случайно попасться на путь исследования лучше его убрать бесшумно после этого естественно можно продолжить выполнение задания если же выстрелим с СВД либо с АКС-74Н2 то бесшумности не получится придется просто начать уходить в запасную пункту в горы вот он так вот спокойно разбирается может складываться переноситься в разгруз жилете либо как угодно при этом целый бой комплект брать нецелесообразно можно взять буквально 2-3 магазина к нему также имеется также имеются патроны марки СП-6 с бронебойной с остальным наконечником так называемая бронебойная оптимальная дальность по тактико-техническим характеристикам стрельба ведется на расстоянии до 400 метров оптимальная дальность работы для снайпера до 100 метров голову до 200 метров тела это его реально проверенное на практике то расстояние с которым можно работать может также работать как и автомат автоматический огнем имеется переводчик одиночного и автоматического огня сейчас стоит на одиночном точка показана при передвигании пальцем стоит на автоматическом многоточек проихранитель работает так же в основном как и автомат Калашникова винтовка снайперская СВД Драгунова состоит на вооружении всех снайперов которые имеются в вооруженных силах Российской Федерации также в некоторых других государствах автоматическая емкость магазина 10 патронов дальность стрельбы до 1300 метров с архитическим прицелом с открытым до 1500 реально работать с этой винтовки до 300 метров голову до 600 метров тела дальше попадание не гарантируется новый немного модернизированный вариант вооружения второго человека находящихся снайперской паре это автомат АКС-74Н2 автомат выпускается отбирается заранее с улучшенной кучностью боя на них набивается планка для стрельбы с ночным прицелом в этом варианте автомат снабжен специальными чехлами которые спокойно одеваются снимаются на него что обеспечивает невидимость в принципе оружия не исключает блески и тому подобное прицелок видно тоже обшит на компенсатор в избежание попадания пыли, воды, грязи и просто его дез его обнаружение одевается обычный тряпичный чехол который при стрельбе может либо сниматься либо просто может первый выстрел делать с ним в этом случае он просто разрывается не мешая полету пуле на прицеле специально для стрельбы с этого оружия сделана небольшая модернизация то есть винт опорный которым упирается на снайперскую винтовку другу нового прицела ПСУ-1 левый прицел ПСУ-1-1 он убран выстрелено отверстие для крепления в случае если этот прицел будет использоваться повторно на снайперском оружии другой модификации типа СВД ВСС сзади сделан прилив сделан прилив с выступом который упирается упирается на планку прицельную заднюю своим упором видно что вовнутрь приклада вставлен индивидуальный перевязочный пакет как делали все время при ведении боевых действий в Афганистане в Чеченской Республике вставлена небольшая щека из любой тряпки которая там была и все это заматывается кровоостанавливающим жгутом получается идеальный приклад у щека для ведения стрельбы с оптического полицера еще для модернизации которая сделана на данном виде оружия это магазин уменьшенной емкости если емкость обычного магазина выпускающего для автомата 30 патронов этот магазин сделан на 20 патронов также имеется вариант сделанный на 15 патронов который короче и по своей длине не превышает длину пистолетной рукоятки автомата это сделано из тех соображений чтобы уменьшить высоту человека лежащего при изготовке для стрельбы лёжа кучность данного вида оружия не уступает кучности снайперской винтовки драгунов поправки на превышение цели которые введены на барабане всего лишь их три метки имеется на 200, 300, 400 метров а также 100 и настильные траектории данного вида оружия создают немало преимуществ при использовании его в составе снайперской пары техника стрельбы из боевого оружия в боевых условиях отличается от техники стрельбы из спортивного оружия в тире то что годится просто на стрельбище не годится на войне вы видите технику стрельбы с положения лёжа с применением ремня обратите внимание на магазин на магазин он опирается на руку ремень перехлёстнут через руку рука под ремнём ремень прижимает магазин к руке то же самое положение спереди локоть стрелка находится строго под оружием ремень перехлёстнут за локоть сбоку обратите внимание как ремень перехлёстнут за магазин и перехлёстнут за локоть. Ремень натянут. Ремень работает как упор. С применением твёрдого упора стрелять нежелательно. От упора при выстреле винтовку сюда подбрасывают вверх, и пули соответственно уходят тоже вверх. Когда позиция снайпера расположена в высокой траве и стрелять лёжа нельзя, приходится применять способ стрельбы с колена. При этом способе верхняя часть корпуса стрелка работает точно так же, как при положении лёжа. Локоть опирается на колено. Локоть находится строго под винтовкой. Каблук находится строго под келеном. Всё это образует прямую линию. Обратите внимание на ремень. Ремень. Перехлёстнут за локоть, перехлёстнут за магазин. Вся тяжесть оружия приходится на него. Бедуинский способ стрельбы. Верхняя часть корпуса стрелка работает точно так же. Вся тяжесть оружия приходится на ремень. Ноги по-турецки. Второй вариант бедуинского способа стрельбы. Одна нога выдвинута вперёд. Локоть опирается на неё. Чтобы стрелка не качала вправо-влево, другая нога расположена горизонтально. Можно стрелять. Когда позиция стрелка располагается в кустарнике и стрелять невозможно, ни лёжа, ни с колена применяется способ стрельбы стоя. При этом магазин опирается на левую руку. Он опять же перехлёстнут ремнём и вся тяжесть винтовки приходится на вытянутый ремень. Вид спереди. Винтовка. Центр тяжести стрелка. И его каблуки находятся на одной прямой линии. Эту линию нельзя нарушать. Иначе винтовку будет заваливать вправо-влево. Ремень натянут. Это позволяет стрелку стрелять стоя довольно длительное время. Ремень точно так же захлёстнут за магазин и за локоть. Натянут. Вес оружия приходится на него. Можно стрелять. Для точной стрельбы надо знать снайперские баллистические таблицы. Деривация. Отклонение вращающейся пули в сторону относительно плоскости стрельбы. Пуля вращается слева направо по часовой стрелке. И вследствие сложных физических процессов в полёте отклоняется в правую сторону. 200 метров, 1 сантиметр, это ещё не промах. 400 метров, 4 сантиметра, это относительно тоже ещё не промах. 600 метров, 12 сантиметров, это уже промах. 800 метров, 29 сантиметров вправо, это уже промах позорный. 1200 метров, 120 сантиметров, это очень позорный промах. Винтовочная пуля в полете Это физическое тело, взаимодействующее с окружающей средой Умеренный ветер 4-6 метров в секунду Как видно по таблице, на дистанции 200 метров Относит пуля в сторону на 10 сантиметров Это уже промах На дистанции 300 метров Ветер относит пули уже на 26 сантиметров От точности стрельбы здесь уже не может быть и речи За табличные исходные данные Принимается скорость ветра 4-6 метров в секунду Это умеренный ветер Слабый ветер 2 метра в секунду Табличные данные делятся пополам За сильный ветер принимается скорость ветра 8-12 метров в секунду Для стрельбы по движущимся целям Надо знать время подлета пули к цели Для того, чтобы выбрать нужное упреждение На полет пули затрачивается какое-то время На движение цели по горизонту тоже затрачивается какое-то время Упреждение выбирается, чтобы цель и пуля встретились Например, на 300 метров за 0,42 секунды Практически это полусекунды Бегущий солдат проходит полтора метра по горизонту Если стрелять, не выбирая упреждение Пуля пройдется за целью Практическая таблица расчетов для внесения поправок в прицеле Или упреждение цели, движущейся в фанговом направлении Упреждение цели берется в фигурах Причем упреждение берется от центра фигуры Поправка в прицеле делается Или поворотом маховика на необходимое давление Или в прицеле СО-1 снайперской винтовки Драгунова По боковым рискам шкафы боковых поправок Стрельба по движущимся целям Производится только способом горизонтальной поводки оружия Выбрав необходимое упреждение Стрелок нажимает на спуск Не останавливает движение оружия по горизонту До тех пор, пока не прогремит выстрел Поводка оружия осуществляется только корпусом стрелка Для этого стрелок поочередно упирается в землю То носком обуви, то каблуком При этом корпус сдвигается и сдвигает оружие на необходимую величину Таблица превышения средних траекторий Это основная снайперская таблица Ее надо знать на память Обратите внимание на мигающие цифры Прицел 4, дальность стрельбы 400 метров Попадание в ноль, то есть в центр мишени При стрельбе, при таких постановочных данных На 450 метров Понижение траектории будет уже минус 28 сантиметров То есть пуля пройдет ниже цели на 28 сантиметров Это промах При этих же исходных данных стрельбы Стреляя на 350 метров Пуля пройдет выше цели на 20 сантиметров Это тоже промах Эту таблицу надо знать на память Возникает вопрос Можно ли укрыться снайперского огня К сожалению, нет Тренированный снайпер достанет везде Даже на ровном месте Вы видите индейский способ маскировки В городском парке Снайпер-призрак Он безлик Его лицо видеть необязательно У снайперов обычно очень добрые лица Снайпер не имеет права злиться Это повышает пульсацию оружия И снижает точность стрельбы Снайпер возникает из пустоты Он выполнит приказ и уйдет в пустоту Спасения от него нет Искусство терпеливых всегда в цене Дебен Raw Снайпер 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 Субтитры создавал DimaTorzok